Авария на автодороге Сургут-Нижневартовск унесла жизни двоих человек. По предварительным данным, накануне вечером на 154-м километре трассы 21-летний водитель Лады Приоры выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Хендай. В результате происшествия 53-летний водитель Инномарки от полученных травм скончался на месте. Водители и пассажиры Лады были доставлены в медицинское учреждение, где позднее скончался 22-летний пассажир. За сутки на дорогах Югре зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 человека погибли и 6 получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход. Госавтоинспекторы задержали 12 водителей с признаками опьянения, 95 автолюбителей выехали на полосу встречного движения, 29 нарушили правила перевозки детей. В этом году в Югре ввели в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 14 тысяч новых квартир. Итоги года подвели сегодня на заседание открытого градостроительного совета Окурга. Урбанисты, чиновники, депутаты и федеральные эксперты обсуждали не только строительство домов. Основная повестка – архитектура, типовое проектирование, общественные пространства. К слову, тут Югра на лидирующих позициях в стране. Например, по индексу качества городской среды Хантамансийск занимает первое место в своей климатической группе. Говорили и о трендах благоустройства. По словам участников, людям нужны не просто красивые и функциональные пространства. Они должны отражать идентичность и уникальность местности. Везде прослеживается определенный региональный компонент. И мы, где бы мы ни находились, ни видели, мы понимаем, что это Хантамансийский округ, что это Югра, что это те города, которые так или иначе основываются на определенных традиционных знаниях, в том числе коренных народов, которые издревле проживали здесь. В течение года мы последовательно работали с муниципальными командами по повышению уровня команд, по осознанности, по необходимости качественного проектирования, создания еще более качественных общественных пространств. Сегодня округ занимает уверенно лидирующие позиции, в том числе и по итогу года, и по проекту формирования комфортной городской среды. В Югре началась подготовка к предстоящим выборам президента России. На эти цели из федерального бюджета региону выделено более 271 миллиона рублей. Об этом сообщили в избиркоме Югры. Накануне прошло заседание избирательной комиссии округа. В частности, на мероприятии приняли решение об открытии счетов территориальным избирательным комиссиям при проведении выборов президента России. Помимо этого, утвержден перечень лиц, ответственных за изготовление и доставку избирательных бюллетеней, а также передачу специальных знаков марок для бюллетеней. Напомню, выборы главы государства впервые в России будут проходить три дня. 15, 16 и 17 марта 2024 года. Сургутские чиновники вернутся в родные стены. Уже несколько лет административное здание по адресу Маяковского, 15, работает только наполовину. Его полноценный ремонт обойдется городу по предварительным подсчетам в 190 миллионов рублей. Причем, по мнению депутатов Сургута, это будет рентабельнее, чем продолжать арендовать для сотрудников администрации помещение на Гагарина, 11. В ходе заседания Думского комитета по городскому хозяйству и перспективному планированию директор Департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников сообщил, что в проект бюджета на следующий год заложены средства на разработку проекта ремонта. Порядка трех миллионов рублей будет потрачено на эти цели. Деньги на сам ремонт запланированы в бюджете 2025-2026 года. Позиция депутатов здесь проста. Это рачительно использование муниципального имущества. Это когда есть свои объекты, когда есть свои помещения, логично и целесообразно с экономической, в первую очередь, с точки зрения, чтобы структурные подразделения администрации и иные учреждения, связанные с администрацией, они располагались все-таки в муниципальных зданиях, а не тратили бюджетные средства на аренду иных каких-то помещений. Почти 10% югорчан не планируют готовиться к Новому году и даже отмечать праздник. Таковы результаты опроса, который провел сервис по поиску выскооплачиваемой работы. Спокойствием в предновогодней суете может похвастаться только один из трех опрошенных. 16% жителей Югры назвали приготовление праздничного стола самым нелюбимым делом перед Новым годом. На втором месте уборка. 7% респондентов раздражаются от всеобщей спешки и суеты. Среди нелюбимых дел необходимость выбирать и упаковывать подарки, закупать продукты. К минусам праздника также относятся большие траты, необходимость наряжать елку и украшать дом. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоратива, а также необходимость поздравлять коллег, клиентов, заказчиков и руководства. Югорские пловцы завоевали три медали, а также установили новый рекорд мира. Накануне в Санкт-Петербурге завершился кубок Владимира Сальникова. Эти международные соревнования традиционно проходят в декабре и собирают сильнейших пловцов. Первую медаль для Югры на этих стартах завоевала Анна Егорова. Наша спортсменка стала второй на дистанции 800 метров в вольном стиле. Ну а на следующий день девушка выиграла заплыв 400 метров в вольном стиле. Еще одну медаль для Югры завоевала Елизавета Агапитова. Вартовчанка стала второй на дистанции 100 метров на спине. Кроме того, Антон Мальцев в составе сборной России помог установить новый юношеский рекорд мира. Российский квартет добился успеха в эстафете 4 по 50 вольным стилям. Отмечу, что югорчанин стал мировым рекордсменом уже во второй раз за месяц. За это нашему пловцу вручили награду на ежегодной премии. Шестеро смелых членов клуба любителей моржевания и закаливания. Белые медведи решили наглядно показать пользу обливания. Вышли на улицу в центре Хантамасийска и окатили себя ледяной водой, заверив прохожан, что закаливание безопасно и полезно для здоровья. При процедурах может замерзнуть только один орган – это кожа. Организм же будет вас защищать, отметил активист движения Михаил Исламов. Видеоролики опубликованы на личной странице в соцсети ВКонтакте. Дофамин подскакивает, тепло изнутри начинает выходить. Видите, мы начинаем парить. Нам совсем не холодно, а наоборот даже очень тепло и чуть-чуть жарко. Пюре с курицей и овощной салат – хит школьной столовой в Чиоскино. В учебных заведениях Нефтьюганского района прошла неделя здорового питания. Хотя и в обычные дни в меню исключительно полезные позиции. Разнообразные супы, овощи, фрукты, гарниры, мясные и рыбные блюда. В период простудных заболеваний на столах обязательно имеется нарезанный чеснок. За рационом школьников следят не только работники столовой. Среди мам и папы регулярно проходят анкетирования и опросы, на основе которых и составляется технологическая карта школьного питания. В результате родители признают, что в школе дети едят даже охотнее, чем дома. В рамках недели здорового питания в школьном меню появилась еще одна полезная позиция – таежная витаминка. Всех учащихся и гостей школы угостили клюквой с сахарной пудрой. У меня самое любимое блюдо – это курица. Мое любимое блюдо в школе-столовой – это макароны. Еще люблю суп, чип. У меня, допустим, дочь много что не ест. Вот это я не ем, это я не люблю, это я не буду. Но что мне нравится – в школе она ест все. То есть я понимаю, что либо я так не умею готовить, как в школе, либо правда очень вкусно. Югорчанин одержал победу в конкурсе «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студент Национального исследовательского университета ИТМО Эльдар Шахиев выиграл 1 миллион рублей в рамках трека «Делаю». Его участники преодолели несколько этапов. В итоге определили 200 лидеров, которые получили премию на исполнение мечты. Молодой человек из Югры представил проект «Антиплагиат будущего». Разработанный им сервис проверяет тексты на уникальность. Причем совпадение он ищет в опубликованных научных работах, которые написаны на разных языках. Это решение не позволяет переводить и красть иностранные тексты. Добавлю аналогов – подобной разработки в вузах нет. В Мегионе разработали новогодний тур для семей военнослужащих. В преддверии праздников для них устроили поездку в резиденцию Йохли-Ики – дом хантыйского Деда Мороза. Гостям показали стойбище, научили делать традиционную куклу Акань и рассказали о культуре и быте коренного населения Югры. Согревали туристов таежным чаем и различными испытаниями на ловкость. Кульминацией тура стала встреча с хранительницей легенды и преданий Мисны и хозяином резиденции Йохли-Ики. Организатором мероприятия стал Мегионский экоцентр, совместно с Фондом защитники Отечества. В Лангипасе снимают фильмы о Великой Отечественной войне. Основным местом съемки стала этнодеревня Лангипасль. В качестве актеров выступают жители города, общественники, работники культуры, режиссер картины Ренат Халилулин, лауреат ТЭФИ, призер международных и российских фестивалей. Он готовит киноленту про детей, эвакуированных в Югру, из блокадного Ленинграда. Это не первый фильм, который снимается в Лангипасе. Ранее вышла документальная картина о подвиге участника Сталинградской битвы югорчанина Матвея Путилова. Следить за ходом подготовки киноленты можно в паблике организации «Русский дом». Спонсор прогноза погоды – жилой комплекс «Артмил». Жилой комплекс «Артмил» – дом, где оживают легенды. По старой мансийской легенде, добрая лесная фея, придя жить в дом человека, подаривала своего избранника богатством и удачей. «Артмил» – значит удача. Удача жить вместе силой и комфорта, когда все нужное рядом, где красиво и спокойно. Жилой комплекс «Артмил» – дом, где оживают легенды. Узнайте подробности по телефону 36 00 55. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Больше полугода сотрудники «Мейджор Пак» состязались в конкурсе профессионального мастерства без отрыва от производства. Определяли лучших в командах из операторов производственного оборудования, технологов и контролеров качества производственных площадок. В итоге в финал вышли две команды из Сургута и Каменск-Уральского. Победителями стали сургутяне. Каждый сотрудник команды получил денежное вознаграждение, телевизор, а переходящий кубок в этом году останется в Сургуте. Я считаю, это получение опыта больше. Каждый может для себя подчеркнуть что-то новое, а каждый что-то узнает, познает. Это ни в коем случае не соперничество, а наоборот. Мы очень благодарны, что у нас есть в нашей компании такое мероприятие. Эти и другие бонусы привычны для сотрудников «Мейджор Пак». Производство в Сургуте уже сейчас является крупнейшим в мире по нанесению антикоррозийного покрытия на нефтегазовые насосно-компрессорные трубы. Но не собирается останавливаться на достигнутом. Скоро в Сургуте откроется еще одна производственная линия завода. Совместно с администрацией Ханты-Мансийского автономного округа правительства, фонда развития Югры, в текущем году мы приступили к строительству новой производственной площадки, находящейся в городе Сургут. Данная производственная площадка будет запущена в апреле 2024 года, в конце первого квартала. Это позволит нам увеличить нашу производственную мощность до 90 тонн в сутки готовой продукции. Также мы откроем порядка новых 200 рабочих мест. На новое производство Мейджор Пак приглашает сотрудников в возможно трудоустройство без опыта работы. Компания гарантирует стабильную заработную плату, солидный соцпакет и другие бонусы. Продолжение следует...